Всем привет, ребята! Вы на канале Собервижн. И сегодня я покажу, что стало с моей маленькой семьей интересных муравьев Мирмикария Брунея. Они настолько выросли, что эту семью можно смело назвать мутантом-разрушителем. Она очень сильно подросла, и поэтому я начинаю расширять гнездо у этих демонов. Расширять жилое пространство будем старым дедовским способом – подключим башней. А что из этого получилось, узнаете совсем скоро. И да, еще я расскажу, чем же пахнут эти муравьи. Ну все, интрига заложена, поехали! Ребята, ну а вначале хочу попросить подписаться на мой канал в Яндекс Дзен. Давайте догоним количество подписчиков до сотни. И про инсту не забывайте, там до тысячи совсем немножко осталось. Итак, у меня была совсем маленькая семья интересных муравьев. Это, конечно, Мирмикария Брунея. Первоначально они должны были заехать в природный формикарий, но что-то я побоялся пускать в этот девственный лес таких монстров. Возможно, природник был бы уже разобран на атомы. Поэтому я решил поселить их в формикарий Азия. Вообще, такой формикарий больше для всяких панерок подходит. Но вы же сами этого захотели. Да, было голосование в группе в ВК, и поэтому Азия. С какой же скоростью они начали клепать расплод, просто жесть. Я прям не успевал открывать им новые камеры. И вот пришло время расширять им гнездо. Ребят, но тут я особо долго не думал. Старый дедовский способ сделать башни. Очень просто и удобно, и даже компактно. Поэтому были приобретены пищевые контейнеры, да побольше. Чувствую, муравьи разрастутся знатно. Поэтому максимум пространства нужно выжимать из нового гнезда. Технология изготовления проста как... Как что? Все что-то такое сложное стало. Ладно, замешиваем гипс, заливаем в контейнер и все. Там оно все и застывает. Гипс я использую Г-16, особо прочный. Только огненным муравьям не говорите про его твердость, а то они животы порвут. Так вот, после застывания я кое-как выбил получившуюся болванку. Кстати, я ничем не смазывал саму форму. А перед выбиванием поместил ее в горячую воду. Выбивание прошло без жертв. Далее процесс офигенно пыльный и нудный. Выпиливание ходов. Это я делаю с помощью мини-дрели Zubr. Обзор на нее я как-то уже делал. Насадок там до... много. Поэтому особых проблем с этим не было. Конечно, не все я супер там вылизывал, подлизывал, но сделал в целом неплохо. Тут главное функционал. Обычно я не крашу подобные гипсовые гнезда. А тут что-то меня понесло. Сначала несколько цветов нанес. Не понравилось. Как-то все убого смотрится. Поэтому все решил закрасить коричневым цветом и вуаля. Мне понравилось. Хотя не знаю, как лучше смотрится гнездо в цвете или белое. Поделитесь своим мнением в комментариях. Почитаю. Вот такие башенки у меня получились. Красота, да и только и главное. По максимуму место в гипсе под камерой. Муравьев чувствую уродиться. Эх, мирмикария. Мини огненная армия растет. А муравьев у меня уже как кильки в банке. Все три камеры под завяз забиты. Поэтому пора расширяться. Единственное, я планирую полностью убрать формикарий Азия из этой пищевой цепочки. Стоит у меня все это дело наверху, на полке, подальше от Лео. Пока туда он не прыгает, слава богу. А вот спускать этот формикарий будет неудобно, если оставить еще и Азию. Будет такая длинная колбаса из гнезд. Придется Азию отключить и выселить все войско из гнезда. А в это время на арене вы можете видеть так называемых лишних муравьев. И такое есть у этих умных созданий. В гнезде место закончилось, и поэтому там остаются только самые крутые няньки. Остальные все, пожалуйста, на арену. Тупить и ждать дальнейших указаний. Они реально тут тупят сидят. Не знаю, чем заняться. А пока давайте поговорим про запах этих муравьев. Ребят, я в шоке. Они пахнут хвойным лесом. Аромат просто бомбический. Об этом я узнал после побега. Добрые гости повытаскивали трубки из формикария и пришлось устраивать дикую ловлю прям руками. Вот у меня руки пахли. Просто слов нет. Как офигенно. Хвоей какой-то. Ну уж очень классный аромат. При открытии арены, кстати, приятный запах также присутствует. Главное, эту особенность не говорите изготовителям парфюма или освежителей. А то муравьям капец будет всех их истребят и будут нюхать. А тем временем начинаем переезд. Ох и сложно же будет их выгонять из такого гнезда. Я решил действовать прямо и по-простому. Первым делом я подключил трубки к одной из башен и с одной стороны заткнул ее ваткой. Там вскоре будет подключена вторая башня. Но пока вторую башню подключать не будем. Пускай первую сначала освою. Далее я заткнул трубку ватой со стороны арены и вытащил ее. Отверстие арены также заткнул ватой. Тут, конечно, паника смачная началась. Чуть не разорвали. Потом легким движением руки быстренько убрал вату и вставил трубку башни. Моменто море началось освоение башни. Ну а Азию я поместил на арену. У муравьев, естественно, паника в квадрате. Теперь я не буду увлажнять Азию и это должно спровоцировать муравьев на переезд. Как же я буду увлажнять эту башню? А вот прям сверху на гипс буду лить воду. Да только во время съемки налил воды, так налил. Ну и, конечно, стандартно. Переувлажнил. Хватит столько воды. Воду! Воду им ты дал! Все усугубилось отсутствием вентиляции. И в итоге я все-таки ее сделал. Хотя и не планировал, но об этом чуть позже. Пока струйки воды очень красиво бегают по гипсу и впитываются. Муравьи должны почувствовать, что в этой башне им будет очень комфортно и хорошо. Разведчиков в ней было очень много. Исследовали каждый угол и в целом не тупили. Я решил еще подускорить процесс переезда и вытащил из формикария Азия все перемычки и поставил его вертикально. Весь расплод попадал. Все кверхдном, все ходуном. И самое главное, что матка убежала из гнезда. Я ее, кстати, в этот вечер так и не нашел. Нашел только на второй день в пробирке на арене. Пробирка это типа паилка у меня. Хотя вода там уже давно закончилась. Королева с расплодом залезли внутрь пробирки и особо не хотели оттуда вылезать. А освоение башни шло полным ходом. Рабочие начали перетаскивать туда расплод. Количество муравьев в старом формикарии значительно поубавилось. Но, ребята, начало проявляться переувлажнение. На стенках башни появилась водица. Отсутствие вентиляции в целом меня не пугало, но терпеть эту картину я не мог. Наблюдение затруднено. Съемки тоже. Хотя, конечно, супер страшного в этом ничего нет. Поэтому я решил сделать вентиляцию, насверлив отверстий в некоторых камерах. Для этого взял небольшое сверло и все ту же мини-дрель. А тем временем муравьи пока не особо решали полностью переезжать в новую башню. Больше всего меня волновала королева, которая продолжала оставаться на арене в сухой пробирке. Но тут главное не спешить. Муравьи в целом очень умные создания и они обязательно выберут подходящее условие для жизни. А они сейчас созданы именно в башне. Поэтому тут только ждать. А пока покормим малышей медовым сиропом. Для этого на арене у меня лежит металлическая крышка. Они очень охотно пьют сиропы и наваливаются на тарелку целыми толпами, образуя муравьиную шапку сверху этой тарелки. В целом, кормлю я их раз в день. Чередуя день медовым сиропом, день тараканчиками. И то и то они очень любят. Тарканов вообще разбирают на атомы. Да так, что особо в помойке ни на арене нет никаких остатков от усачей. Все пускают в дело. Еще бы, прокормить такую ораву непросто. А тем временем, прошло две недели и только теперь муравьи перетащили весь расплод в башню. Я пока не убирал Азию с арены, хотя и пора уже это сделать. Займусь этим чуть позже. Пробирка на арене наконец-таки тоже опустела и ее можно убрать. Маточки в ней нет. А где же наша королева? А она уже в башне, в своих покоях на третьем этаже. А расплодик тут везде уже присутствует. В целом, муравьи комфортно тут разместились и на самом деле остается не так много места для дальнейшего развития. Думаю, что скоро придется подключать еще одну башню. Она уже готова. Хочу еще сказать пару слов про арену. Как вы помните, я не закреплял жестко песок и камни специальной смесью, а просто насыпал их сверху. И вот что из этого получилось. Муравьи устраивают на арене свои порядки, передвигая все декорации по своему усмотрению. Возможно, это и неплохо, в целом и убираться даже удобнее, но мне больше нравится, когда декорация жестко закреплена и на арене какой-то мой свой такой порядок. Такие дела, ребята. На сегодня у меня все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте подписаться на канал и влепить жирный лайк. Бейте в колокол и вы всегда получите уведомления о появлении новых видео на моем канале. Как обычно, ребятушки, вся полезная информация в описании под видео. Увидимся. Всем пока.